Субтитры сделал DimaTorzok Такая мысль, почему бы не рассказать вам о таких странных, непонятных вещах, которые тоже меня могут вдохновить Это не музыка, не фильмы, даже книги, но с некой другой стороны Странные вещи, которые непонятны другим людям, но они меня очень сильно вдохновляют Поэтому я хочу поделиться им с вами и спросить в свою очередь вас А есть ли у тебя какая-нибудь вещь, которая поднимает тебе боевой дух, твой настрой, твой вдохновительный такой мотив Но другие люди бы сказали, боже мой, что это с ней, что это с ней Это же не нормально, пусть уже послушает Бетховена или Моцарта Вот вдохновляющая музыка В общем, поехали Такой осенний хмурый день Или зимний мокрый снегопад За окном ужасная погода Серое небо свинцовое давит вам на плечи и на голову И сидите, и вас вообще не прет Не рисовать, не писать, не сочинять музыку Не шить что-нибудь красивое Я не знаю, любое хобби, которое у вас есть И вот никак И тут выпиваете чашку кофе и понеслось Серьезно Друзья, ничто не вдохновляет меня Так как чашка ароматного кофе с корицей Вот именно с корицей, кстати, сейчас полюбила очень сильно пить Попробуйте вот Абсолютный ноль, абсолютный застой Просто вообще ничего Я выпиваю чашку кофе и все Но вы знаете, так странно получается, что эффект длится Вот пока я только пью Поэтому я пью его очень медленно, маленькими глотками И пока я пью, я что-нибудь делаю Как только чашка выпивается Чего-то не хватает Наркомания Следующая вещь, не то чтобы странная Вы уже видели в моих прошлых видео Странное мое отношение к ней Это мой один из любимейших ежедневников-книжечек Их вот, как я вам уже говорила, золотым тиснением С пожелтевшими страничками под старину Почему у меня странное отношение? Потому что я в нем не пишу Мне жалко Вот не поверьте, он настолько красив, что мне кажется Если я напишу какую-нибудь облуду Или там Список дел на завтра Список покупок Боже мой, я же оскверну его девственность Он такой чистый Он такой шикарный В нем нужно писать только, я не знаю Разгадку смысла жизни И в общем Я в нем ничего не пишу Но я смотрю на него И понимаю Надо пойти что-то подписать Но не в нем Увы, не в нем Это крутая вещь Она непосредственно была связана с моей работой Когда я работала инструктором по скалолазанию И тогда я грезила просто походами в горы Я сейчас ими грежу Тем не менее Вот такие Я обожаю такие журналы Об экстремальных видах спорта Чаще всего здесь именно про альпинистов Про скалолазов Какие-то лыжные виды спорта Но Вы только посмотрите Здесь настолько качественные фотографии Настолько качественные вообще Тексты Если вы почитаете Действительно интересно Это пишут самые обычные люди О своих каких-то походах Восхождениях Это классные журналы Кстати говоря Если вы зайдете на какой-нибудь скалодром Или в какой-нибудь фитнес-клуб То вполне возможно Что вы найдете их лежащими одиноками Ну и чаще всего Они абсолютно бесплатные И они вдохновляют меня На какие-то размышления По путешествиям И я сразу сажусь Вы знаете Разрабатывать план маршрута Не знаю В велопутешествия по Монголии Или по Сибири И действительно Очень хорошие журналы И поднимают настроение Даже в самый унылый день Просто Просто супер Ну вот я не знаю Как можно вот грустить Глядя вот на эту картинку Горами Кавказа Ну это просто Нет смысла Это вообще Просто Пипец какой-то Это ручка Знаете У меня особое отношение Вообще К пишущим предметам Потому что я Чаще всего 90% Ручек я ненавижу Я не могу ими писать Не потому что они плохие Не потому что они дешевые Потому что вот Как-то вот Не юзабельно Мне неудобно Я не могу Даже если у меня Куча вдохновения Просто гора Навалилась на плечи Я просто Попишу чуть И блин Чего-то не могу Это особенно Онося к ручкам Из фикс прайса Они чаще всего Дешевые Их много Но Они неудобные Абсолютно Мне очень нравится Это пилотовская ручка Я ее просто обожаю Она вот с такой Резиновой штучкой Я вообще люблю Резиновые штучки На ручках И она очень удобная Она классная Я не знаю Если она закончится Я сразу куплю себе Очень много Потому что Ты только начинаешь Ее писать Без вдохновения Оно как-то Само собой приходит Поэтому Я вообще считаю Что любая канцелярия Не только ручки Вообще Цветные ручки Карандаши Фломастеры Выделители Они играют Очень большое значение Они прям делают настроение На весь день Если вы В чашечке кофе Сядете И начнете писать Что-нибудь Выделяя при этом Всякими Изноцветными Яшняшками И приклеями На клеечки Хотя у меня с этим Туговато Я чаще всего Думаю Вот я буду сейчас Писать Выделять Нифига не происходит Я беру эту ручку И тупо Ею все пишу Классная ручка Что за это сказать Меня вдохновляет Вещь Которую сейчас Вы видите на мне Как вы уже догадались Это красная помада Но у меня к ней Особое отношение Потому что я считаю Что вообще Красный цвет Он действует Нет Не как красная тряпка На быках А красный цвет Создает настроение Я вот Когда одеваю Красную помаду Я именно ее одеваю Я ее не мажу Нельзя быть Слишком глупым Если вы носите Красную помаду Нельзя казаться Слишком сумасшедшим Когда вы носите Красную помаду Она как-то Обязывает вас Быть умным Она обязывает вас Иметь свое Какое-то Личное мнение На все Что происходит Вокруг И она Привлекает Очень хорошие события Я уже об этом Рассказывала Что мне Очень часто С ней везет И вы знаете Она как-то Если вы например Учите Чаще носите Красную яркую помаду Потому что Она задает настроение И настроен На весь день Вы не стесняетесь Выражать свое мнение Вы не стесняетесь Отвечать Вас просто распирает Серьезно Я ее одеваю И знаете Стыдно быть глупой Забитой Стеснительной девочкой Надо как-то Поддерживать этот образ Какими-то доводами Поэтому Да Красная помада Действует как-то По-особенному И она обязывает Лично меня Она не обязывает Носить какую-то одежду Какую-то Макияж И знаете Она меня обязывает Быть просто Человеком С характером Человеком С какими-то Своими мыслями Которыми я обязана Поделиться с другими Наверное Вот так Она действительно Странная Потому что Я очень люблю сериал Мои маленькие Пони Я собирала Чупа-чупсов Я собрала всех Абсолютно всех Поняшек Я сейчас покажу Вот такая коробочка Здесь хранятся Здесь хранятся все Мои маленькие друзья И Ах Попадаться Мне пришлось Ее обменивать У своей знакомой И Она классная Я ее обожаю И Не обязательно Даже с ними играть Как-то прикалываться Вот они у меня есть И я смотрю на их Милые цветные рожицы На их классные волосы Их офигенная гриба Интересно Чем они пользуются Наверняка Какими-то маслами Вообще Они конечно Крупкие И Ну не знаю Как-то сразу Вы знаете Мне кажется Что счастливый человек Тот У которого все еще В попе играет детство И который Немножечко сумасшедший Поэтому Если у вас есть Какие-то такие хобби И вы любите Что-то собирать То Вы знаете Что Это доставляет Огромное удовольствие Когда вы Либо собрали Полную коллекцию Либо Получили экземпляр Который так давно ждал Флаттершай Знаете Как говорит Флаттершай Она говорит Ей На Штесняшка Меня вдохновляют Именно ароматы масел Я когда захожу В подружку В отдел масел Я просто Я не знаю Я просто Утопаю в этом В общем Меня вдохновляют масла Не только эфирные Также и обычные Любые базовые масла Я когда вижу Какое-нибудь масло Которого у меня нет В коллекции Я сразу же его покупаю Потому что Ну не знаю Вы знаете Можно собирать Милых маленьких пони Коллекционировать марки Я реально обожаю масла Я им пользуюсь Как ни странно Они не стоят у меня на полке Они у меня Очень быстро ходят И когда у тебя Плохое настроение Иногда можно Просто пойти в ванну Сделать себе Масляную маску На волосы Масляную маску На лицо Масляную маску Хоть на все тело И выйти оттуда Просто совершенно Другим человеком И я например Лично верю В то что Весь наш мир Это скопление энергии И все вокруг Это энергия И слова И мысли И растения И животные Все это энергия Даже мы с вами Это просто Один сплошной кусок энергии И растения Они содержат Эту положительную энергию Но конечно же Очень важно Кто собирал эти растения С каким настроением С какой душой Поэтому Почему бывает так Что вы купили Какое-то классное Дорогое масло Вроде как Натуральное По составу Оно вам К чему-то не подошло Или какой-то запах странный Или на вашу кожу Как-то подействовало Вполне Не исключайте тот вариант Что оно было собрано Какими-то нехорошими руками Также вполне Дешевые масла Могут оправдать Свою цену Потому что Например Вот это Миндальное масло Оно стоило 47 рублей И по составу Сказано Что оно абсолютно натуральное Здесь только Миндальное масло И оно классное Ну реально Я сделала вчера Маску для волос И волосы Такие классные стали Поэтому Вот эта вся энергия Растений Она заключена Не только в маслах Но и вообще Во всяких травяных Косметических средств В органической косметике Потому что В химических кремах На мой взгляд Они может быть И помогают И делают что-то Но вот этой вот Энергии трав Вот этого вот Заряда растений В ней нет Поэтому Да У меня особое отношение К этим вещам К маслам Я их очень люблю Но я использую их в меру Хотя и часто Поэтому Они дотворяют мне Огромное удовольствие И когда я выхожу Даже с этой Масляной маской И в этот раз Даже гуляла с собакой С этой маской На голове Серьезно Было очень темно А я должна была Смыть маску Только на следующий день Я вот с такой башкой Я шла по улице Ну так как у нас Городок маленький Потом-то и плохо Что он маленький Меня здесь все знают Да Такие дела А еще я иногда Играю на басу Но он меня вообще Не вдохновляет У меня вообще Ничего не получается Вообще не получается Так что я всем желаю Вдохновения Напишите в комментариях Что из странных вещей Вдохновляет вас Я надеюсь Что какая-нибудь Из этих странных вещей Вдохновит меня Разобновить занятия На бас-гитаре И что-нибудь У меня все-таки Да и получится Поэтому я желаю вам Всем здоровья В первую очередь Счастья Вдохновения И успехов В учебе Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok